А это у нас психрометрическая будка. В ней находятся термометры для определения температуры воздуха. Состояние воздуха измеряется каждые три часа. Если в Удмуртии 11.00, то на метеостанции лишь 7 утра. Время здесь отслеживается по Гринвичу. За погодой Ольга наблюдает уже более 30 лет. И всё же браться за прогнозы метеоролог не решается. Даже если яркое солнце, это не значит, что тепло. Особенно летом. Погода вообще, мне кажется, портится. Мне кажется, это не только я замечаю, а вообще все. Для этого не надо быть синоптиком или климатологом, чтобы увидеть, что из года в год всё равно что-то. И лето не лето, и зима не зима. И дождик зимой, и снег может быть летом. А это 37-метровый доплеровский метеорологический локатор. На станции он появился в 2010 году. Тогда, 6 лет назад, лишь 5 российских метеостанций имели у себя такого наблюдателя. Локатор помогает метеорологам отследить чрезвычайное погодное явление, увидеть приближение опасного циклона почти за 200 километров. Наблюдение ведётся в режиме онлайн. Как мы увидим за 200 километров? В зависимости от того, с какой скоростью эта гроза идёт, за столько мы и скажем, что она придёт, и придёт ли она в Ежес. Мы увидим, куда она направляется. Как только выявляется приближение погодного катаклизма к республике, метеостанция сразу же подаёт сигнал о штормовом предупреждении. Так что за свои прогнозы удмуртские синоптики ручаются. Оправдываемость прогнозов доходит до 90 с лишним процентов, 96-97. Весь вопрос в том, что публикуется в интернете, публикуется в средствах массовой информации. И информация взята из интернета. Поэтому она не совсем наша или совсем не наша. И поэтому бывают такие проблемы, что не совпадает та, которую по телевизору иногда нам объявляют погоду, с той реальной, с теми реальными прогнозами, которые делают наши. Сегодня в Удмуртии работают 8 метеостанций, самой старейшей, Глазовской, 185 лет. Найти прогнозы удмуртских синоптиков можно на официальном сайте Удмуртского гидрометцентра и узнать о моей Удмуртии.